Хей! Как дела? С вами снова Морская Свинья, и мы продолжаем играть в Blackwell Epiphany. И что же, сейчас у нас новые дела, новые всякие, как это называется, улики, и мы должны идти в дом Джорджа Остина, скорее всего. Потому что я туда давно хотела уже сходить. Или он... Так, он где вот? Он на станции или в Джорджа Остин? А, ну вот тут нас уже вроде ожидают, нам сказали. Привет. Да, мисс. Меня зовут Розенжа Блэквилл. Мне сказали, что меня тут ожидают. А это оба Джорджа? Да, правильно. Я до сих пор не могу в это поверить. Но вот ключ. Двенадцатый этаж. Пентхаус Ай. Он когда-нибудь ввел в Грейс Групп? А, это как-то с Грейс Церкви связано? Может быть. Ммм, я знаю, что он часто доходил, но я не помню какой-нибудь Грейс Групп. Извините. Ну да. А нафига нам уже это знать? Мы уже вошли внутрь. Наконец-то я добилась своего. Мы дошли до этого дома. Ага, Майкл какой-то. Один пропущенный звонок, Майкл. Ну, не знаю, кто такой этот Майкл, но он, похоже, знал его очень хорошо. Привет, Джордж. Я знаю, прошло много времени. Точнее, очень много времени. Я знаю, мы не очень любим вспоминать наше прошлое, но это время пришло, чтобы вспомнить. Я думаю, мы все в опасности. Это даже немного невероятно, верить в это. Что-то произошло со мной. Что-то появилось передо мной. Ужасное. У тебя до сих пор остался мой номер? Позвони мне. Да, я буду честен. Он не умер. Но его больше не существует в какой-либо форме. Его душа исчезла. Распалась на части. Я видел, как это произошло. И мне кажется, нескоро я это забуду. И это произойдет со мной. Со всеми нами. Ты помнишь Пи? Он умер не так давно. И это случилось тоже с ним. Точнее, и это тоже случилось с ним. Ты знаешь вообще, где все остальные сейчас? Мы должны их предупредить. Так, значит, Майкл знал о Бестоуэрс. Это что-то уже становится личным. Ну, знаете, я хочу сказать, что Бестоуэр я решила называть больше как одаренные, ну или наделенные даром. Такие вот люди. Ну, можно называть их просто медиумами, как мы называли в предыдущих частях. Так, Майкл пишет. Ты, Илья, это прекрасные новости. Я бы хотела их услышать при более благоприятных обстоятельствах. Кто-то наблюдает за нами. И это еще не все. Они хотят забрать наши души, когда мы умрем. И они хотят ускорить этот процесс. Я не думаю, что эти смерти были несчастными случаями. Мои источники говорят мне о том, кто может помочь нам. Ее называют одаренной. Мы должны найти ее. Может быть, он найдет эту одаренную. А может быть, и нет. Все равно. Я знаю, что я должна делать. И как это у этого номера? Какой был? Скажи-ка еще раз. Напиши-ка. Написал. Ну, это Эмиль написал этому. Где они? Что ты сделал? Я не жестокий человек, но если ты навредил их, то я убью тебя. Майкл звонил. Ну, в общем, нам нужно позвонить Майклу, наверное. Че? Че? Что это вообще за слово? Я впервые такое слово. Балконная дверь. Нифига себе. Тут балконы. О, как красивый вид. Интересно, тут можно в другую квартиру попасть? Это вообще-то частная территория, ты знаешь? А? О, привет. Да. Привет. Что ты здесь делаешь? Я друг Джорджа Остина? Ммм, друг. Конечно. Я... Я думаю... Я думаю, он уже был какой-то рыжий. Ну, знаешь, это не мое дело. Ну, все, я пойду, но, может, и увидимся. Че? Че? А кто это была вообще? Женщина какая-то. Хм. Закрыто. Это она намекнула на то, что Джордж приводил каких-то рыжих. Может быть, это Лея была? Она тоже как бы... Ну, она, конечно, не такая рыжая, как Роза. О, это было прекрасно моей ванной. Знаешь ли, эта картина больше, чем вся твоя ванная. Чип. О, это что, династия Мин? Я готовить? Да тут пожар начнется. Вот, может, тут написано что-нибудь. Это какой-то лист для вуду штук, но звучит... Да. Там пустя, слава богу. И не нужен лист покупок. Джоэ. Позвони Майклу. Нет ответа. А-а-а. Все, Джоэ, пошли. Ты сейчас будешь разговаривать с женщиной-призраком. Она явно не знает, что она мертва. А-а-а. Заходи к ней домой. Там постучись. Я не знаю, как сам призрак это делает. Обидится еще. О, записка. Она меня не видит, что ли? А-а-а, тут... Тут слишком темно, чтобы это увидеть. Подуй-ка на нее, может, там, выдуешь ее. О, может, сейчас. Тут написано, я знаю о Хизер. И подписано Джей. Ничего это нам не дало, особо знаете. Тут так пусто у нее в квартире. Привет. Извините. Мы знакомы? Ну, типа того. Вы моя подруга видели ранее. А-а-а. Вы из Джорджа, да? Да, типа того. А вы здесь живете? Ну, так. К слову. А вы что, удивлены? Ну, это такое пустоватое место. Ну, я живу одна. Да, это не об этом. Оглянитесь, тут ничего нет. А вы о чем вообще говорите? А-а-а, неважно. А кто вы такая? Если разрешите спросить. Мило, очень мило, а? Подождите, вы что, серьезно? А, ну это... Не так уж круто. Тут не часто бывают незнакомцы. Меня зовут Джоуи. Джоуи Малон. А почему вы мне свое не расскажете? Вы что, реально не знаете, кто я? Боюсь, что нет. Ну да, я и говорю, что я удивлена. Вы знаете... Не знаете моего, но я знаю ваше. Короче, она... Не хочет говорить свое имя... Нам. Я знаю о Хизер. Вы знаете что-нибудь об этом? А знаю о чем? Об этой записке, она на полу. У меня нет идеи насчет этого. И что она тогда здесь делает? У меня вообще не знаю. Хорошо, расслабьтесь. А-а-а... Вы уверены, что вы ничего не знаете об этой записке? Нет, я ничего не знаю об этой записке. Хватит спрашивать меня об этом. А, тут написано Джей. Кто такая Джей? У меня нет... Я не знаю, вообще ничего не знаю. Вы что, знаменитая или типа того? Или типа того? Короче, она говорит, вы не знаете моего имя и хотите задавать мне вопрос. Говорит, ну может просто скажете мне свое имя? Она говорит, нет, так веселее. Она издевается над нами. Почему я должна знать ее? Я не знаю никаких женщин, которые живут с Джорджем Остином. Нет, конечно, я понимаю, что тут богатые живут, потому что у них там такое лобби. Так что да. Но она относится непочтительно. Ну, знаете, это же будет честно. Я хочу узнать, хочу увидеть, как вы сами это выясните. Слушайте, это очень важно, если скажете мне, кто вы... Кто вы? А кому это будет важно? Ну, это сложно. Нет, я так не думаю. Мне нравится очень, когда вы не знаете. Он говорит, ну, насчет мебели, он говорит, конечно, у меня не было такого помпезного вкуса, как у Джорджа, но у меня нормальная, комфортабельная мебель, хочу сказать вам. Типа, знаете что? Ну, давайте, какое имя? Нет, это слишком весело. Вы должны сами узнать, все меня узнают. Скажите привет Джорджу, если вы его увидите. Капец, короче. А может быть... Надо, наверное, у этого спросить. Кто живет рядом с Джорджем Осином? Вы знаете, кто живет напротив Джорджа? Извините, нет. Я тут несколько месяцев назад только начал. И постоянно кто-нибудь там... Места... А он знал кого-нибудь по имени Майкл? Извините, мне кажется, нет. А этот номер для вас не знаком? Нет, извините. Давайте в церковь сходим. Мы давно тут не были. Видимо, эту церковь мы потом будем еще часто посещать. Помните меня? Да, и мы не могли поговорить потише? Извините. Я до сих пор не научусь. Мне нужна информация о группе Грейс. Грейс Групп? Ну да, тут были всякие... Встречи. Вы знаете, тут мельцыщи таких. Должна быть какая-то специфическая особенность. Вы знаете всяких Майклов? Ну, знаете, я многих знаю Майклов. Он говорит, знаете, я не запоминаю все эти новые штуки. И он говорит, да, я тоже самое говорю ей. Понимаете, она до сих пор меня не хочет слушать. Блин, мужик. А может быть, это он Майкл? Ну-ка, давайте попробуем. Это с Майкл? Нет? Блин, я думала вдруг... Хотя он Фазер Уллман, но... Все бывает. Все бывает впервые. Назвался Уллманом, значит, будешь Майклом. Майкл, Майкл, Майкл. Кто же ты такой? Это ты. Сэм сказал, что ты придешь. А, Кори, да? Нет, офицер Палмер. Мне жаль насчет Лии. Даже не продолжай. Мне не важно, что ты видела или какие у тебя улики. Лия себя убила, и она это сделала. И это была уже не Лия. Вы так лично берете на себя случившийся? Шеф также согласится. Так, что у вас с Лией было? Мне кажется, вы хорошо ее знали. Да, можно так сказать. Мы были партнерами. Она меня многому научила. Я ее очень многому должен. Она была как камень, как все еще звезда. Но зачем она тогда это сделала? Я узнаю эту элькорию. Офицер Палмер. Еще что-нибудь есть? Офицер Пиро была... Она растила дочь и со своим бывшим мужем. Ну, то есть, у нее не было все так плохо. Я до сих пор не могу понять, почему она это сделала. Ну, она говорит... Дуркин где? В дурке сидит. Он говорит... Я его вчера не видел. Видимо, Бухаин. Ну, это так, догадки. Так, он сказал, говорит с вами... Да, я слышал. Поздравляю. Я полагаю. Я не знаю, что с вами такого, но... Приказ здесь приказ. У вас есть... У нас есть информация, которая нужна. И вы будете говорить только со мной. Понятно? Это замечательно просто. Понятно? Так что, у нас все в порядке? В порядке. Ну, я никого не убивала, так что... Я не могу в это поверить. Но Дуркин за вас... Это... Слово держит. Так что, я думаю, я как-то... Уберу эту мысль из головы. Так, что там с Джорджем Остином? Он был убит 22-калиберным пистолетом. Мы до сих пор подозреваем Эмиля, но у него хорошее алиби. А как Кендра умерла? А отопсия сказала... Да уж. Вы знали Эмиля Хаскинса? Не так хорошо. Ну, так сказала мне Лея. Короче, он был херовым мужем. Всегда опаздывал, что-то там вечно в работе. И Лея так про него говорила. Джордж и Лея были членами какой-то группы личностного роста, или как можно сказать. Да, Лея говорила мне об этом месте. Она говорила? Да, она не вдавалась в детали, но это для нее много значило. Она говорит, никто не мог так пасть низко, чтобы его не смог кто-то спасти. Я не знаю, что это значило. А вы не думаете, это в этом месте что-то позрительное, что они были в одной и той же группе? Ну, это было 20 лет назад. Ну, знаете, они много чего сделали, они же были вместе. И то, что они ходили в одну церковь, в этом нет ничего такого. А вы знаете кого-нибудь по Майклу? Вы должны быть более четкими в этом. А выяснить? Ага, этот номер? Это... именно вот номер Грейс Чорч, то есть церкви, как я и предполагала. То есть я, когда звонила, возможно, там бы отец Уллман бы и ответил. Там всякие пожертвования по этому номеру или типа того еще что-то. И он говорит, да-да. А вы знаете, что сосед Джорджа Устин умер? У вас есть имя? Но она живет напротив Джорджа. Вы можете там проверить? Извините, нет. Система там не работает. У нас не по адресу, а по именам. Обычно жертвы ищут. Давайте спросим у церкви. Типа, это же ваш номер. Ребята. Я проверила в полиции. Это номер принадлежит церкви. И человек сделал... Его зовут Майкл. Мне очень важно его найти. Я, извините, мне кажется, не знаю, о ком вы говорите. В смысле? Где этот телефон? Почему вам нужно это? Майкл его использовал. Майкл Купер. О! Подождите, Купер? Простите, высказать Майкл Купер. Это разве не тот человек, которого ищет меня? Ты просто сказал Майкл. А, ну так значит... Тогда я больше ничего не скажу, и я устала. До свидания. Вы должны сказать мне, кто такой Майкл Купер. Я сказала, я не знаю никаких Майклов Куперов. Знаешь, эта тактика не работает. Нам нужно сделать что-то самим. Я понимаю, я просто решила его добить немного так. Типа, а ну-ка, быстро сказал Майкл Купер, а ну быстро. Давай под домом сидим, отдохнем. Поспим. Мичаэль Купер. Сейчас я его найду. Погодите. Ой. Так, значит Майкл Купер был священником. Интересно. Сейчас он нигде. Мне кажется, он умер, наверное. Уже нет. Как бы это грустно не звучало. Грейс Групп. Майкл Купер. Давайте спросим в лобби. Может, он знает. Может, в полицию спросим. У вас есть Майкл Купер и его системе? Он священник. Давайте проверим. Извините, я не знаю, кто он, но тут нет его номера. Короче, тут нет Майкла Купера. А если Джоуи зайдет? А, не, он не может, да? Фига себе. Значит, тут не нужно. Майкл Купер, он священник, да? Так. Так, это... Вы сказали, что это небольшое дело, да? Хватит мне врать. Я не вру. Вы не говорите мне всю правду. Не правда ли? Я дал обещание. Он меня пугает. А, не, он сказал, чтобы я его спас. Мы близкие друзья. Что я должен делать? Мы должны меня к нему привести. Он безумен. Он сказал, что он со своей душой борется. Это правда? Да, это так. Он в школе. Пожалуйста, сделайте то, что вы должны. Но просто больше не возвращайтесь. Не волнуйтесь. Ну что ж, сквозь церковь. Вон вход в школу там. Так, значит, он прячет там Майкла Купера. Потому что он говорит, что его душу хотят уничтожить. Школа. В церкви есть школа? Интересно у них. Мне показалось, что там огонь. Ё-моё. Это как? В общем, он читает молитву, чтобы спасти его от зла. Давайте сохранимся. Вдруг сейчас что-нибудь будет интересное. Майкл? Майкл Купер? Ты! Оно назад, назарённое. У меня есть пистолет. Подождите. Я сказала назад. Так, стоп. Пожалуйста, я здесь помочь. Помочь. Я бы хотела верить в это. Но кому ты помогла? Ли? Джорджу? Или другим? Я не смогла спасти их, но я попытаюсь спасти вас. Если смогу. Попытаться и спасти меня. Ты, наверное, эксперт. Это твой план. Да. Наш великолепный план. У нас есть одарённое, которое провезёт нас в другой мир. Защитит нас от силы, которая за нами стоит. Ну, а ты нас отправляешь уничтожаться. Я здесь, чтобы остановить это. Ты можешь мне в этом верить. Поверить. Мы тебе верим, что ты спасёшь нас. Ну, посмотри, где мы сейчас. Мне жаль. Всё, что произошло, это новое. Я никогда с таким не сталкивалась раньше. Я вижу. А что насчёт него? Что? Твоего друга. Человек, который за тобой. Он даже ещё ничего не сказал, как только мы вошли. А, меня? Ты имеешь в виду меня? Да, тебя. Не выглядишь идиотно. Ты что, думаешь, я не знаю, кто ты? А теперь убирайся отсюда. Я не хочу, чтобы у меня были проблемы, как Джордж. Не стреляй, я ухожу. Не стреляй, я ухожу. Пожалуйста, дай ему время, хозяйка. Это голос. Это не может быть. Я сказал тебе быть в другой комнате. Да, мой хозяин. Я знаю. Но они двое знают меня. Могу ли я? Хорошо, хорошо. Просто по-быстрому. У меня концентрация теряется. Малон, Блэкл. Какой прекрасный сюрприз увидеть вас с обоих снова. Да. Это сюрприз. Точное слово. Что ты чё за мисси тут делаешь? Разве это нечевидно? Ты освободил меня, Малон. Вернул меня в этот мир. Ну и что же, у меня тут есть хозяин, который меня ждёт. Это мои обычные обязанности. Слушайте, я знаю, что такая встреча огромная, но мне нужно сфокутироваться. Пожалуйста, просто оставьте, дайте мне время. Место. Хорошо, мой хозяин. Так, значит, ты одарённый тоже? И к что, это тебе пришло, что у меня есть проводник? То есть, он говорит, что не важно всё. Короче, понятно. А если Джоуи пойдёт? А! Чё за чёрт? За круг защиты. Призраки не могут туда пойти. Круто, да? Хей, Макл. Да? Я до сих пор не могу понять, что здесь другой медиум в Нью-Йорке. Медиум? Извини, я имею в виду одарённый. Ну, я их называю медиумами. Ээээ, чтобы не забыть. Ага. Но я никогда таком не говорила ни с кем. Ну, с кем-нибудь Джоуи. Конечно, знаешь, у тебя куча разных интересных историй, но мне нужна концентрация. Ну что, можешь пакать чашки кофе? Ну, знаешь, там тебе успеют твои души. Ну, хорошо, звучит прекрасно. И что это за круг такой? Ну, Мэдлин научила меня этому. Чтобы не относительно физически меня не тронуло. Очень большой концентрации требует, поэтому извините, что я был немного нервным. А как ты понял, что всё произошло? А, когда все души уходили, я, ну... Это было несколько недель назад. Ага. В общем, однажды... Был инцидент, автомобильная катастрофа, и там вдруг умирал, и он увидел, как впервые его душа разорвалась, и он решил помочь остальным членам Грейс Группы. Ты работаешь с Мэдлин, да? Работаю. Ну, если вот можно так назвать. Я... был... А почему ты Мэдлин отправила туда? Она мою концентрацию мешает. А что насчет нас? Ну, вы можете спасти мою душу для вас, поэтому особое значение. Скажи нам о Грейс Группе. Это что, какая-то штука для помощи? 20 лет назад я был другим человеком. Алкоголик. Можно было так сказать. Я видел газету, и там говорили, что они помогли нам найти свой путь. Это было типа что-то такое хиппи-группа. Но я все равно туда пошел. Я не помню всю группу, но я нашел в этой школе то, что мне помогло. Все мои чувства. Все, что имеет значение. Я сделал то, что должен был, и это было правильно. И что-нибудь еще о Грейс Группе? Нет, вы все уже знаете. Скажи о себе, Мэйкл. Слушайте. Ага, понятно. Ну, он говорит, я не полноценный. Одаренный, как ты. Мэдлин, слова, я слаб. И единственное, что у меня остается, это прятаться здесь. А еще что-нибудь о себе? Нет. Я просто хочу пройти через это. А что происходило на этих встречах? Это просто было, я не помню. До сих пор я никогда не спрашивал об этом. Я приходил, садился и оставался. Мы даже не помню, о чем говорили, мы просто что-то находили. Но я помню Бенжиро. Он убегал с этой встречи. Да, японец. Я не помню о нем ничего. Бенжиро? А сколько людей было в этих встречах? Ну, шесть. Вы знаете, Джордж, Лия и я сам. Остальные умерли. И кто они были? А это имеет значение, они все умерли. Их души забрали. Но все равно, скажите мне. Джеффри Датта, Хезер Гавстон, Питер Филдинг. Еще этот, да? Японец. Так, который сбежал, его звали Бенжиро? Да, японец. Я не помню много о нем. Вы сказали о Джеффри Дута? Да, Джеффри Датта. Его трансфигурация. Я думал, что он не в том месте. А, ну то есть он богатым был. Но он пытался убить себя дважды. И что с ним случилось? Он стал... Он стал, это, выгуливать собак. И он потом стал тупо выгуливать собак и улыбаться. Его сбила машина. На смерть. Я видел, как вот дух поднялся с тела. Я думал, что я смогу, но я не мог. Вы знаете, что случилось потом. Скажите о Питере? Питер Филдинг, да. Я с ним особо не разговаривал. Он несколько лет... Поздно. Нет, я не видел. Он умер до того, как Мэдлин пришла мою жизнь. Но я уверена, что его забрали. Угу. Расскажите о Хизер Гофстейн. Хизер! Она была одной из нас. Она была мертва? Это как у Питера? Вы видели, как ее душа разорвалась? Нет. Слава богу, что нет. Угу. Хизер Гофстейн. Так вы не уверены, что ее забрали, да? Хизер Гофстейн. А как Питер Филдинг умер? Ааа... Хотите его на одной из дух? Но там нет духа, он ушел. Вы сказали сами себя? Вы сами не уверены? Да. Но какой-то несчастный случай. Я не знаю деталей. Я читал в... Ага. А как Хизер Гофстейн умерла? Я не знаю. Ой, все, я пойду. Хизер Гофстейн. Нам нужно найти ее. Хизер Гофстейн. Нам нужно найти ее. Так. Гофстейн. А, Хе-а-де. Майкл не отвечает. Ну, видимо, он выкинул телефон куда-то, я не знаю. Мадлин, она была проводником духов очень много. Я думаю, она нас многим научит. Майкл Малон. Долгое время, когда мы в последний раз встретились. Да, было шесть лет, шесть месяцев. И как ты сейчас? Ну, знаете, было не очень приятно. У меня было целых три хозяина. Это был старый... Первый был стариком на грани смерти. Он сопротивлялся шесть недель до того, как отправился в мир иной. А, вот кто такая это была. Она племянница вот этого старика. Когда старик ушел, я была связана с его племянницей на время. Она каждый раз убегала меня, как только... Она убегала каждый раз, когда видела меня. То есть, вот кто это была. И она увидела Джови. Я пытала дать ей время. Но потом она упала с лестницы. Хотела полететь. Бедная женщина умерла. И я пошла к ее брату. Человеку. Который сейчас здесь, внутри. Так... Стоп. Она Джозлен Купер, что ли? Это был ее брат? Вообще ничего не понимаю. А ты знаешь, что происходит? Почему их души атакуют? Я не знаю. Я бы хотела знать. Душа разрывается и больше ничего. А почему Джордж искал нас? Меня точно. Нам нужен одаренный. Чистый одаренный. Мы долго об этом говорили. Мы не можем помогать душам, как вы. Мы просто можем говорить с ними. Видеть их. И все. Так, что мы будем делать? Мы даже не знаем, что происходит. Ну, знаешь, мы думали, что ты можешь помочь им для того, как они разрушатся. Знаешь, это, походу, не будет правдой. В общем, она говорит, мы с моим хозяином не можем двинуться дальше. А вот вы можете расследовать. Это единственное, что мы можем сейчас сделать. Ты действительно должна назвать меня Розанжела. Прости меня. Была бы ты старая, как я. Для себя имена были бы все одни. У нее привычка, короче, говорить фамилии, потому что они связаны с адресом человека. Ну че, как с тебя? Мне кажется, это приятнее, чем быть в ловушке всегда. Я думала, что я бы прошла, что я бы вернулся в мир. Я бы вернулся в мир. Я бы вернулся в мир. Вдруг я... Нет. Это не должно быть. Я вернулся к моим предметам. Поэтому я должен быть еще больше работы. Но, да. Это лучше, чем быть в ловушке. Я бы благодарил тебя, Милон? Не так. Нет. Ну, я должен вернулся. Спасибо. Да, конечно. В любом времени. В общем, она говорит, что это лучше, чем быть там. В закрытой... Ну, помните в предыдущей части? В какой это было уже? Я уже не особо помню. Но мы спасли, короче. Мэдлин. Она была там, заперта. И он говорит, я тебя даже не поблагодарила, Милон. Он говорит, да, конечно, в любое время. Ты знаешь о Грейс Группе? Ну, моему хозяину очень важно. Там его друзья. И им очень помогало это. Всем. Но оно потом потребовало свою цену. Ты знаешь карт-хаус? Извини, что нет. Что ты можешь сказать об отце Майкле? Купер мой хозяин. Ну, мы еще не могли хорошо себя узнать. Он всегда такой. Он потерял своего дяди, свою сестру и своих друзей. И он только принимает мир духов. Только недели назад. Мы должны его понять. Ну, вообще, да. Ну, там есть призрак, она говорит. А, говорит, это я знаю, он мне рассказывал. Джеффри? Нет, не знаю. Питер Филдинг. В общем, она говорит, возможно, дух Питера еще есть. В общем, она говорит, и ее душа, возможно, тоже есть. Ну, а почему ты позволяешь Майклу выгонять тебя? Ну, это желание моего хозяина, и так, ну, просто? Я выполняю команду хозяина? Ха, правильно, серьезно. Что это за история? Нет истории, Малон. Мой хозяин оставить его одного, я оставлю его одного. А так вообще работает? Конечно. Это моя обязанность выполнять. Так, Джои, не мог бы ты... Нет. Конечно. Ну, кто-то более к своим обязанностям ответственно подходит, а некоторые нет. Ну, да. Джоуищик выгонишь потом. А, это Картхаус. Это тот, который, помните, наркоманы типа там были. Возможно, там тоже была... Мы пропустили, почему это 16-й, но ничего страшного. Ну, что ж, друзья, я думаю, на этом закончим. Эта серия была большая. Очень много всего появилось. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами была Морская Синья. Всем удачи, хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok